Привет, друзья, с вами Айми, и я продолжаю играть в Nuclear Throne, и сегодня я хочу поиграть... я даже не знаю, из-за кого. Робот? Почему бы я не робот? Робот веселый. У, из Розальта скин. Робот, он умеет есть пушки, и этим он получает патроны, и он получает... жизнь, если она ему нужна. Кроме этого, он находит более хорошее оружие более рано, то есть он может раньше найти... там, если что-то спавнится, начиная с четвертого уровня, то робот может это что-то найти, грубо говоря, там, с третьего или второго. Странно, это дало у меня болты, когда у меня в руках был пистолет. Ну, неважно. Ну, пока что я не нахожу более хорошего оружия, но зато я могу съесть свой пистолет и взять шотган и арбалет. Шотган и арбалет — это неплохое сочетание. Шотганы побустили в одном из последних патчей, по-моему, в самом последнем на момент записи. Скорее всего, когда это видео будет выложено, будет уже еще один патч, потому что он вроде как сегодня должен быть позже. То есть в тот день, когда я записываю, но позже, чем я записываю. По крайней мере, они обычно по воскресеньям или понедельникам патчатся, и сегодня понедельник. Но патча пока еще нет. Задница. Теперь, когда я съедаю пушку, она мне дает патроны или жизнь два раза. То есть как две коробки патронов, или как две аптечки, или как коробка патронов и аптечка она может мне дать. Слишком много скорпионов. В общем, ау. Полезно. Главное, случайно, не съесть нужную пушку. Также неплохо было бы не ловить все пули, которые летят в моем направлении. И на прошлом уровне я пропустил канистру с радиацией. Я знал, что я ее пропустил. Ну, я это понял уже после того, как я... О, фасолт свайдер. Да. Уже после того, как я убил всех и портал открылся, я понял, что канистру с радиацией я пропустил. Потому что я ее не подобрал, и я не думал, что тот враг, которого я убивал, он последний. Ладно, неважно. Сомнодельщиеся болты, у меня есть арбалет, так что это очень даже неплохо. И это, в общем-то, достаточно очевидно, как работает. Он просто выстрелил прямо в меня, и у меня, оказывается, было очень мало жизни. Я не знал, что у меня очень мало жизни. Ладно. А, это не враждебная хрень. Окей. Лазерный пистолет. У робота нет больших шансов найти хорошее конкретно оружие. У него просто то оружие, которое спаунится в игре позже, оно начинает спауниться раньше. То есть это его пассивка. Лазер и арбалет. Самое читерское стартовое сочетание. Я, скорее всего, сменю что-то одно из этого на что-то другое. Если я найду что-то интересное, там, шотган какой-нибудь или... Не знаю, что-нибудь. Больше дропов. Ну, больше шанс, что враги дропнут что-то. Это не дает мне другие дропы. То есть это просто увеличивает шанс того, что противник выпадет патроны, аптечки, оружие. В общем, все то, что с него и так может выпасть. Дискомет. Да. Я люблю дискомет, он веселый. Он убивает меня, но он веселый. Окей. И я убил себя. Но я не видел этот диск вообще. Ладно, допустим. Да, нужно забежать во все выстрелы. В этом, видите, заключается игра. Забежать во все выстрелы как можно быстрее. Ну, ладно. Гранатомет не совсем то, что я хотел бы здесь найти. На первом уровне. Определенно. Обычно у меня с гранатометами все плохо. Ну, больше дропов, опять же. Я не хочу брать модификацию на, там, дропе или на лазеры, если у меня нет шотганов или лазеров. Терпение было адекватным вариантом. Потому что я мог бы получить что-то более хорошее в итоге. Но я не хочу брать терпение. Окей. Шотган, опять же. Я совершенно не против. Шотган — это хорошее оружие. Попган — это тоже хорошее оружие. Да. Гранатомет мне не очень нравится. Попган плюс шотган — это не очень хорошее сочетание. Потому что и то, и другое. Оно больше подходит для убийства больших толп слабых врагов. То есть боссов мне убивать нечем. Скорпионов мне убивать есть чем, конечно. Потому что вот такой вот эпичный спам, который... Из-за которого я не вижу выстрелов в Скорпион... Ну, я их вижу, конечно, в общем-то. Мне приходится стоять и стрелять по Скорпионам долго. Это дает им возможность стрелять в меня в ответ. И плюс к этому еще и... Больше спама, из-за которого плохо все видно. И... Сложнее уворачиваться из-за этого. Окей, надо же. Все кончилось. Я не ожидал. Рейтинг-майн, когда я убиваю врагов, это заряжает мое оружие. То есть не скорострельное оружие становится внезапно очень скорострельным, если я могу убивать врагов каждым ударом. Каждой атакой. Но оно становится не очень скорострельным. Это просто частичная перезарядка. Иди нафиг, Золотой Скорпион. Я тебя сюда не звал. Я надеялся, что это не все враги, но это оказались все враги. Ну ладно, Папган плюс... Плюс молоток, это адекватно. Папган, естественно, очень скорострельный, но очень слабый автомат. У него меньше урона, чем у всего остального автоматического оружия. Ну, у всего остального пулевого оружия. Но у него пули рикошетят. Ну и скорострельность высокая. Довольно веселая штука, но не очень эффективная. ДПС хороший. Но патроны быстро тортят. Плюс на него не работает Recycle Glant. Мутация, которая позволяет мне восстанавливать патроны, когда я им попадаю. Потому что это как бы неполноценное пулевое оружие. Это на самом деле дробь. То есть Папган стреляет дробью. Одиночными дробинами. На него работает мутация дроби. Но она довольно бесполезна сама по себе. Окей. Задница. Больше всего получается съедание пушек. Молоток отличное оружие для канализации. Потому что он здесь убивает всех с одного. Ну, почти всех с одного. И при этом относительно быстро бьет и удобно бьет. Тяжелый арбалет. Да. Тяжелый арбалет наносит кучу урона. 45. Но в остальном это обычный арбалет. Ну, я не скорострельный. Но у меня есть Racing Mind. Так что он примерно такой же скорострельный, как и обычный арбалет без Racing Mind. Зато я всех убиваю с одного. Ну, почти всех. Теперь совсем всех. Кроме собак в дворце. И боссов. Страшное лицо. Меньше жизни у врагов. Я не убиваю всех с одного, если я промахиваюсь. Да. Это... Это серьезный минус. Я надеюсь, эту фигню исправится в следующих патчах. Я должен убивать всех с одного, даже когда я промахиваюсь. Я также не убиваю с одного вот эти вот настенные огнеметы, которые я ненавижу. За то, что они существуют. Из-за того, что они обычно существуют по 15 штук в одном и том же маленьком куске локации. Как сейчас. Окей. Миниган. И ни одной аптечки с этого всего. Я сожрал две пушки, получил 4 штуки всякой фигни и ни одной аптечки. И теперь у меня только мой тяжелый арбалет. И я даже уровень не получил за этот уровень. Ну, я вижу супер арбалет. Который выстреливает 5 болтов с разбросом. Проблема в том, что он тратит 5 болтов на выстрел. В то время как тяжелый тратит 2. И все равно всех убивает с одного. Черт, это был снайпер. Я идет. Ну ладно. В любом случае, это был очень неудачный ран. В том плане, что у меня было мало жизни. Это была неудачная карта. У меня был только тяжелый арбалет из оружия, по сути. Ну, супер арбалет, конечно, у меня тоже был. Но он довольно бесполезен. СМГ. Ему побустили точность, или я просто не помню, какая она у него была. Потому что мне кажется, что он был менее точным. В таком варианте он очень даже неплох. Ну, хотя нет, наверное, не побустили. Я просто неправильно помню. Ну и СМГ это, на самом деле, очень неплохое оружие. Потому что высокая скорострельность, хороший ДПС. Проблема в точности. Если взять точность, мутацию, то все вообще хорошо становится. Боллинг вейнс. Меня не могут убить взрывы и огонь, если у меня 4 хитпоинта или меньше. И если у меня больше, они меня... То есть они меня вообще не могут убить. Они меня могут сбить до 4 хитпоинтов. Но это все, что они могут со мной сделать. Стоп, это уже... Это не должно быть 1-3. Возможно, это 1-3. Я не знаю. Окей. Молоток. И дискомет. Это все дает мне патроны к моему СМГ. Но босса я буду убивать вазером, потому что босса проще убивать вазером. Какого хрена он стреляет по мне? Окей. Патронов куча. Мутаций правильных нету. Скорость бега. Плюс возможность бегать с полной скоростью и без каких-либо изменений по льду и по паутине. В нормальной ситуации лед меня... Скользит. А паутина меня замедляет. Да, блин, почему он не умер? Она, крыса. Потому что у меня нет страшного лица, так что мне нужно больше попаданий, чем хотелось бы на врагов. Нафиг. Лазер безопаснее против этих тварей. Они слишком живучи, чтобы их убивать из СМГ. Лазер безопаснее. Окей. Черт. Если бы я не промахнулся один раз, если бы я в него всеми выстрелами попал, то я убил бы его раньше, чем он меня, потому что... собственно... У него оставался один выстрел. Окей, СМГ не стоит все-таки брать. Слишком низкая точность, слишком ненадежно. Можно попадать в такие вот ситуации, где противник полуметра от меня, но я по нему не попадаю и из-за этого умираю. Дискомет, конечно... Ну, он надежнее в том плане, что он стреляет туда, куда я целюсь. Он, правда, после этого может меня убить. Но все-таки. Ну, можно его оставить на босса, потому что против всех боссов, кроме одного, дискомет очень хорош. Наверное. Я не пробовал его против трона, но я подозреваю, что он очень хорош против трона. Так. Также дискомет неплохо вот в таких вот ситуациях. Когда я могу заглянуть за угол, впустить туда пять штук дисков или больше, и они там все убивают. Ну, сейчас мне уже не нужна меткость, но, наверное, из всего этого меткость самая полезная. Вдруг я найду СМГ или какой-нибудь миниган, или какой-нибудь лазерный миниган. Что это вообще было? Босс заспаунился. Сплинтер. Супер сплинтер был бы очень офигенным. Но, увы, это просто сплинтер. Который, по сути, арбалет, но шотган. И, в общем-то, почему бы и нет. Меткость у меня есть, так что это, по сути, арбалет, но не шотган. С небольшим разбросом арбалет. Он тратит один арбалетный болт, наносит урона, как обычный арбалет, обычным попаданием. Но его выстрел разделен на пять отдельных выстрелов, которые слабее каждый в пять раз, чем арбалет. На самом деле, меткость ему, наверное, даже мешает, потому что он и так достаточно кучно стреляет. И при этом, из-за его арбалетного урона можно стрелять в толпу и убивать всю толпу, потому что разброс и одного болта на большинство врагов хватает со страшным лицом. На большинство обычных врагов. Ну, хотя, нет, одного, наверное, не хватает все-таки на большинство, но двух хватает. А два вполне там будут попадать в одну и ту же цель. Почему подарки? Я ненавижу подарки. Эта игра заставляет меня ненавидеть подарки. Я не нашел сундук с оружием, или я нашел сундук с оружием? Ну, нельзя из него оружие почему-то. Ладно, неважно. Бойлинг Вейнс, иммунка взрывом и огнем. На четырех хитпоинтах или ниже. Сомонаводящиеся болты, кстати, работают как на сплинтер, что его одиночно эти болты самонаводятся слегка, так и на дискомет. Дискомет замедляется, пролетая сквозь врага с самонаводящимися болтами. Да, блин, умри ты уже, тварь. Да, я не нашел оружия на прошлом уровне. Окей. Огнемет, джекхаммер и ассоут слайдер. Еда, еда и еда. Потому что патроны у меня кончаются. Ну, теперь у меня почти полные патроны. Хорошо. Но нет уровня. Почти есть уровень, но нет уровня, так что... Почти абсолютно никакой роли не играет, если его все-таки в итоге нет. Здесь все нафиг. Такой спам со всех сторон. Окей. Когда эти чертовы вороны кончатся? Сколько может быть ворон на одном уровне? Черт, я все-таки зацепил эту хреновину. Что там было? О нет, этот ассасин жив. Окей. Блин. Я ненавижу этот портал. Я ненавижу тот факт, что этот портал могут активировать враги. Снайпера конкретно. Если на всей свалке худший враг это вороны, то на уровне с порталом худший враг это снайпер. Потому что они порталы ломают и... Получаются толпы копов, с которыми нужно тоже что-то делать. А я не хочу что-то делать с толпами копов. Мне и без них плохо. Окей, у меня кончились патроны. Как насчет давать мне патроны, когда я ем пушки, а? Когда у меня нет патронов к моей пушке. Ненависть. Да. Когда я разбиваю эту хреновину, ну, зараженный контейнер, он спавнит целую кучу личинок зараженных. И спавнит он их в одной точке. Так что если два раза быстро выстрелить из ватерного пистолета, то все сразу умирает. Мне не нужно иметь дело совсем тем, что оттуда вылезет. Ну, точно так же работает гранатомет. Если попасть прямым попаданием из гранатомета по самой канистре, то прямое попадание взрывает канистру. И потом сплэш убивает всех этих личинок. И трупы личинок, которых убил, убивают тех личинок, которых не убило. В обоих ситуациях. Ну ладно. Да, блин. Как-то сегодня все очень активно стреляет по мне. Rising Mind. Отвертка, наверное, худшее оружие в игре. Она слабая, она не очень быстрая, у нее очень маленький радиус поражения. О, нет. Я не хочу туда. Я ненавижу Азис. Наверное, если он все еще кидает меня хрен знает куда. И так же на нем живут вот эти вот твари, которых тут много и которые опасны. Ну окей. Лазерная винтовка. Да. То же самое, что и лазерный пистолет, только скорострельнее, но меньше точность. Ну и полностью автоматический пистолет. Нужно закликивать, если я хочу быстро стрелять. Да, она кидает меня на 3-3. Ну, это первый раз, когда я сегодня попал на 3-3, так что... Хотя бы это хорошо. Где я убил этого снайпера? Почему он еще жив? Босс, сколько на тебя нужно выстрелов? Видимо, столько. Окей. Огнемет и... Автошотган. Сойдет. Хотя нет, не сойдет. Здесь уже автошотган не очень хорош. Но все-таки. Эйфория, замедленные вражеские пули. Автошотган здесь не очень сойдет, потому что из него нужно половину боезапаса высадить на каждый кристалл. Так-то ДПС у него хороший. Против толп врагов вообще ничего так даже. Двустволка. Лучше, наверное, чем автошотган. По крайней мере, в плане экономии патронов. Хотя без меткости она так себе. Это все мне не нужно. Острые зубы. Когда я получаю урон, я наношу в два раза больше урона всему на экране. Это было... Нет, это не было немножко опасно. У меня есть бойлингвенцы, чем я. Если бы он взорвался, он бы задамажил меня, но... Хрен с ним. 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 Задамажил бы, но не убил бы. Огненный шотган. Лучше, чем двустволка. Это просто обычный шотган, только при попадании он еще и навешивает на противника дот, который его... ...дамажит какое-то время. Вот так примерно. Я люблю огненные шотганы, все трех вариантов. Этот, естественно, хуже всего остального, потому что есть еще огненные двустволки, которые в два раза больше дроби выстреливают. И есть еще... Ну, блин, почему арбалет со мной не прилетел? Есть еще огненный автошотган, который, как этот, только скорострельный. Автошотган, наверное, лучше всего из этих всех... ...трех. Экс, полети ко мне. Ну вот, кто-то... ...кто-то заспаунил копов. К счастью, у меня есть лазер, и щелдеры пробиваются лазером. Но это все равно не сильно улучшает мою ситуацию, потому что кто-то, блин, заспаунил копов. И активировал портал. Какого хрена? Ну вот, я хотя бы отдал мне немножко патронов и энергии. Ну, патронов и патронов, то есть... Я ненавижу эти порталы. Когда-то они были хуже. Но я их все еще ненавижу. Мне не нужна никакая корона. И мне определенно не нужен этот охрененно неудобный спаун посреди толпы. Потому что на этом уровне босс ко мне прилетает сразу же, и спаун посреди толпы это очень плохо. Потому что боссы толпа, но... ...каким-то образом я все-таки с ним справился. Так что, возможно, я даже куда-нибудь дойду. Вряд ли, но... ...возможно, потенциально. Мне нет ничего, что увеличивает мой урон. Это очень плохо. У меня из-за этого уходят сотни патронов на каждого противника. Токсичный гранатомет. Нафиг. Он очень бесполезен. Он стреляет липкими гранатами, которые создают облако яда. Во-первых, он слабый. Яд этот. Ну, то есть он дамаг в секунду, но не так много дамага в секунду. Во-вторых, этот яд дамажит меня, так что... Да, и против меня он не слабый. Ну, просто разница в том, что у врагов сотни и десятки хитпоинтов, а у меня восемь. Дамаг там, наверное, такой же. По мне и по врагам. Страшное лицо, меньше жизни у врагов. Теперь я могу нормально все убивать. Более нормально, чем до этого. Ну, у меня есть еще и рейсинг-майн, так что я перезаряжаю свой шотган, когда я кого-то убиваю. То есть у меня практический автошотган, при условии, что я убиваю кого-то попаданиями. Что нифига не верно, потому что шотган слабый и не убивает никого попаданиями отдельными. Ну, эту мелочь он убивает, но эту мелочь, потому что... Почему они все самоубийцы? Окей, где некромант? Плазменная пушка. Почему нет? Она веселая. По-моему, я переключил оружие. Какого хрена? Я нажал пробел. Но у меня не сменилось оружие с плазменной пушки на шотган. Из-за этого я случайно лишний залп потратил. Я не думаю, что мне задница понадобится, потому что я уже близ к концу игры. У меня не так много оружия будет, которое можно было бы сожрать. Зато всегда пригодится... Плутониум Хандер. Притяжение экспы и предметов с большого расстояния. Окей, я не знаю, почему я жив, но я жив. Тяжелый арбалет. Лучше, наверное, уже, чем... Чем шотган. Если бы это был супер сплинтер, то это было бы офигенно. Но простой сплинтер мне не нужен. О, да, плазменная пушка их убивает с одного. Наверное. Если она в них попадает, никогда они прыгают. Но плазменная пушка так же кончается мгновенно. А на сколько там 10 на выстрел тратит патронов? Не идеальное оружие для того, чтобы проходить уровни. На которых много врагов. Ну, посмотрим. У меня есть очень хороший автоарбалет. Окей, ты умри, и теперь ты умри. Это охренели вообще, меня притягиваюсь к себе. Три выстрела со страшным лицом из тяжелого арбалета на собаку. Они очень живучи. Один выстрел на все остальное, так что это хотя бы хорошо. Окей. Как насчет не промахиваться? Нет, у меня здесь сейчас болтов, так что не промахиваться сложно. Окей, электромолот. Я за. Электромолот бьет электричеством, очевидно. И он не тратит патроны. И он офигенен. Энергомолот тратит патроны, и он больше дамага наносит. Но, пожалуй, нет. Мне и так хорошо. Что у электромолота на иконке за фигня справа сверху от него, которая загораживает мне часть моей жизни? Ну, не загораживает, в общем. Если бы он быстрее был, было бы вообще офигенно. Насколько плазменная пушка ваншотнет трон? Ну, не ваншотнет, конечно. Так, у тебя энергии нет, чтобы дальше продолжать его убивать. Это взрывчатка. Взрывчатка мне не нужна. У меня она и так полная, и она мне, в принципе, не нужна. Это тут энергия. О, нет. Блин. Я не мог вернуться назад, потому что там выстрелы. Я не мог вернуться в пену. А спереди трон, в общем. Хрень, в общем. Но я дошел до трона, пройдя через оазис. Это было довольно неожиданно. И я почти его убил. Я думаю, на него там оставалось один или два выстрела из плазменной пушки. Но он внезапно решил на меня набежать со скоростью, там, не знаю, 300 тысяч километров в секунду. Ненависть. Ну, я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Вайми. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok